Интересные темы поднимаются, всегда актуальные, очень интересные доклады. Кроме того, очень нравится, что конференция однопоточная, можно сосредоточиться на докладах, не думая о том, какую секцию посетить и что я сейчас пропускаю. А какой доклад вам больше всего понравился? Мне понравился доклад Андрея про тенденции в дизайне, очень интересная подборка кейсов с хорошими иллюстрациями, интересные замечания. Нашел кое-что новое для себя. Могу сказать, что довольно интересное собрание профессионалов. Я узнал некоторые новые вещи для себя и подчеркнул новые тенденции в создании сайтов будущего. Познакомился практически со всеми спикерами, довольно приятные люди, видно, что профессионал своего дела. Полезная связь? Безусловно. Скажите, пожалуйста, пожелания организаторов на будущее конференции? Да я думаю, что все было хорошо, нужно идти так держать, в смысле, и все будет хорошо. Спасибо большое. Расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях о кейсове институте. Как бы сказать, смешанное. Смешанное. Что вам понравилось, что вам не понравилось? Ну, некоторые части мне понравились, некоторые не понравились. Некоторые докладчики выступали хорошо, некоторые говорили очень много лишнего. Скажите, пожалуйста, какой доклад вам больше всего понравился? Два лида, пацаны, ни одного, грубо говоря. Ну, то есть, последние лида генерации. Ну, познакомились с ребятами, также с разработчиками. Да, разнообразие, то есть, интересы, то есть, было интересно. Скажите, какие-нибудь пожелания на будущее в наших организаторах для будущей конференции? Ну, больше тематических статей, больше материала именно конкретизированного, как бы, больше примеров. Запоминается последнее, поэтому, наверное, помню, вот, прекрасный доклад про социальные сети, про вовлекай. Еще очень запомнился доклад юриста про авторское право, патентное, все эти вот вещи. Я получила прямо ответ на свой вопрос, который давно меня мучил. Да, прямо вот есть решение, и это прямо сразу-сразу так в копилочку. Очень много информации, которую мне, как простому юзеру, очень трудно переварить. Вот, потому что я пользователь, я потенциальный клиент, наверное, для части людей, находящихся здесь. Но вот, к сожалению, пока нет ни одного выступления такого, что вот я сказал, о, я побежала к этому человеку, я хочу, может быть, даже если то, что он предлагает, как-то дорого, там, и так далее, но я хочу с ним хотя бы поговорить, как потенциальный клиент. Хотя у нас сейчас, прямо сейчас, стоит такая вот потребность, к которой мы приехали, к созданию нового сейта. Ну, мы, да, за обедом, за кофе-брейком познакомились, скорее, это связи не по бизнесу, так и для себя интересные, да, которые тоже не относятся вообще, то есть познакомились просто с участниками, которые не являются продавцами услуг по созданию сайта, а такие же, как мы, да, пришли, вот, собственно, послушать. И какие-нибудь пожелания на будущее по организации конференции? По организации конференции? Не знаю, может быть, тайминг соблюдать как-то поточнее, чтобы мы могли. Может быть, что-то создать такое вот, не отпускать совсем на волю участников конференции, там, всякие знакомства и так далее, да, а создавать пространство, в котором люди могут быть в диалоге. Какое-то обсуждение в мини-группах, еще что-то такое вот интерактивное, чтобы люди могли лучше покоммуницировать. Я вот как, там, юзер, да, условно, может быть, даже не знаю, что спросить, да, но если бы у меня была возможность какого-то такого более обсуждения, например, после секции, вот есть секция, тему, прошли 4 доклада, и чтобы была возможность, ну, как-то об этом поговорить. Вот это было бы здорово, да. Спасибо. Мне все очень понравилось, замечательная организация, замечательная информация про социальные сети, можно конференцию продлить на 2 дня, пригласить еще больше спикеров. Это будет довольно интересно, я думаю, большинство людей. Спасибо. Больше всего понравился, наверное, доклад про прототипирование, вот, наиболее, скажем так, живой и, в принципе, достаточно насущный, ну, лично, как для меня. То есть, со всеми этими проблемами я где-то знаком, вот, и, в принципе, все, что там говорилось, оно говорилось, вообще-то правильно. Общее впечатление, в принципе, на хорошем уровне, были, конечно, доклады послабее, скажем так, были более сильные, более интересные, актуальные, безусловно. В целом, хороший средний уровень. Хорошо. С кем-то вы вот познакомились для себя, полезное какое-то знакомство? Ну, на самом деле, я бы не сказал, что полезное знакомство, полезную информацию я, скорее, узнал, потому что, скажем так, услугами аутсорсера сейчас практически не пользуемся, в общем-то, да, то есть все делаем в команде, внутри команды, вот, ну, тем более, что, скажем так, мы из Киева, мы не местные, вот, поэтому только подчеркнул полезную информацию. Так, и какие вот у вас есть пожелания организаторов на будущее? Ну, скажем так, будущее, я бы пожелал, наверное, немножечко уменьшить количество докладов, но при этом, скажем так, более тщательно подбирать их тем, потому что некоторые доклады, они, по сути, бывало, что дублировали друг друга, да, то есть одну и ту же информацию разжевывали несколько раз, то есть что тоже не всегда есть хорошо. Хорошо, спасибо. То есть ущерб качества брали количеством, лучше взять все-таки качеством, не количеством. Ну, вот, все, весь эта часть про юзабилити, потому что мне лично очень интересно. Про юзабилити, так. А как вообще общее впечатление от всей конференции? Хорошие. Там очень, ну, как он сказал раньше, там много коротких презентаций, так довольно много узнаешь за мало времени. Вы с кем-то познакомились для себя, вот, полезным человеком? Ну, пару, да. Но больше на предыдущей конференции. На аналогичной конференции, да? Да, в Санкт-Петербурге, тоже ваша. Понятно. Так, и ваше пожелание организации тогда? Организаторам данного, знаете, вот пожелание ваше, как бы, что бы вы хотели изменить? Ну, продолжайте. Так было хорошо. То есть ничего мне не стоит, да? Ну, так, маленькие вещи, но не стоит, так сказать, на интервью, это не так важно, так, буду сказать, роману. Потом просто так маленькие вещи можно изменить. Ясно. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам.